Марка Kia опубликовала полный прайс-лист минивэна «Карнивал». Модель делают на калининградском автоторе крупноузловым способом по технологии SKD. Проще говоря, на берег Балтики приходят полностью комплектные кузова, силовые агрегаты и узлы шасси, которые здесь собираются воедино. Любопытно, что новинка позиционируется как Grand Utility Weekly, то есть большой утилитарный автомобиль. В новом формате этот Kia стал похож на кроссовер. К такому восприятию подталкивают четко выделенный капот, мощные колесные арки, колеса огромного размера и некрашенные накладки по низу кузова. Построен «Карнивал» на платформе кроссовера Sorento, но имеет только передний привод. Гамма моторов тоже общая. В нее входит турбированный дизель и бензиновый атмосферник, с которыми идет 8-диапазонный автомат. В начальную комплектацию за 2 миллиона 600 тысяч рублей включены 7 подушек безопасности, продвинутая медиа-система, светодиодная оптика, камера заднего вида плюс пара кондиционеров – спереди и сзади. А если минивэн хорошенько нафаршировать опциями, он потянет сразу на 3 миллиона 600 тысяч рублей. При таких ценниках «Карнивал» обречен стать нишевой моделью, а вот «Шкода Октавия» нескромно претендует на статус народного автомобиля. Однако на старте продаж российский офис вывел новое поколение лифтбека только со 150-сильным турбомотором 1.4, что задрало стартовую цену аж до полутора миллионов рублей. Теперь новинка примерила атмосферный 1.6 отдачей 110 сил. Этот двигатель, сборка которого налажена под калугой, должен был сделать модель заметно доступнее. Но не сделал. С шестидиапазонным автоматом безнадувный вариант стоит 1 миллион 473 тысяч рублей. То бишь всего лишь на 3 тысячи меньше, чем просят за турбоверсию на механике. Кроме того, в гамму ворвался двухлитровый турбомотор мощностью 190 сил. Он наделяет скромницу «Октавию» лихим темпераментом. Вот только отдать за быструю версию придется без малого 2 миллиона рублей. И сейчас никто не вспомнит, что во время сентябрьской презентации нового поколения «Шкода» собиралась отдавать машины за 1 миллион 338 тысяч целковых за штуку. Однако таких прайс-листов, даже когда атмосферник обзаведется механикой, мы точно не увидим.